Привет всем! Вещаю с зимней дачи. Казалось бы, с места, где снега быть вообще не должно, так как наша дача находится где-то 3000 футов над уровнем моря, а снег обычно выпадает там, где 5. Ну тут, несмотря ни на что, как только мы начали сдавать этот дом, как видите, все засыпалось снегом. Сосед говорит, что такого не было вообще никогда, чтобы было настолько много снега, то есть он шел вот, наверное, неделю не переставая. А к нам же гости должны приехать, а у нас, естественно, никаких приспособлений для уборки снега нету. И получается, дорожку, которая ведет к дому, чистить снегоуборочная машина, а сам подъезд после ворот к нашему дому чистить некому. И ворота даже открыться не могут, потому что снегом все засыпало. Ну и что? Короче, мы два дня пытались найти кого-то, кто бы приехал и почистил нам. Но так как, опять же говорю, что сосед сказал, что в этом районе никогда снег не падает, то ни до кого не дозвониться. У всех, как их там называют, этих уборочных людей, компаний, телефоны или не поднимал никто трубку, или переполнен голосовой ящик, или они уже на два дня там где-то уже забиты. А у нас завтра гости. В общем, звонили, 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 нашли каких-то мальчиков с двумя лопатами, которые приехали, и лопатами нам все расчистили. То есть в итоге все хорошо. Сегодня последний раз вот шел снег сегодня утром. Сейчас, если вы можете видеть, уже тут немножко что-то капает, уже начинает таять. Ну и, собственно, завтра уже будет дождь. Так что посмотрим, какая нас ждет весна в дальнейшем, и зима в следующем году. Ну, пока что, пока что вот так. Это снова я. Ой, снега, короче, по колен. Ну, в общем, что еще хотела рассказать. Как только мы начали снимать дом, у нас стало сразу все ломаться. Ничего не ломалось практически. Когда мы тут жили, а теперь начал ломаться все. Ну, по порядку. Сначала гости сказали, что не могут ворота открыть кодом. Не знаю, у нас с пультом все открывается, кодом не открывается. Ну, мы им сказали, у нас есть другие ворота, как зайти. Тут, в общем-то, все хорошо. Потом не могли кодом открыть входную дверь. У нас это все автоматически должно было быть. Ну, вроде бы, починили. Потом гости говорили, что вдруг горячая вода пропала. Тоже пришлось вызывать электрика, сантехника. Все сделали. Там, в принципе, проблема была очень минимальная. Но факт в том, что это все прям сразу так случилось. Это самое интересное. В джакузи, видимо, кто-то умер. Та-та-та-там! Не, я не знаю, что вообще происходит. Мы сейчас из-за джакузи приехали, потому что там стала вонять вода. Мы не знаем, почему. Что мы сделали? Мы сейчас слили оттуда полностью всю воду. Сейчас почистим... Муж почистит. Фильтры. Поставим новые фильтры туда. Надеюсь, все будет работать нормально. Но мы еще тут пару дней побудем. Поэтому, конечно, когда зальем новую воду, все проверим, перепроверим. Посмотрим, не знаю, что происходит. Ну, надеюсь, на этом как бы... А, еще же, блин, стиральная машина у нас еще теперь косо работает. Но, к счастью, у нас две, кстати, два сета. У нас в доме есть стиралка-сушилка, и у нас еще в гараже есть стиралка-сушилка. Поэтому, если вдруг что-то одно поломается, то есть запасной вариант. Но так как дом рассчитан на 10 человек, очень много стирки получается. Поэтому уборщица, она использует обе. Ну, в общем, наверное, сегодня-завтра тоже у нас кто-то приедет, посмотрит. Короче, вообще, что хочу сказать, что дел много, и я рада, что я наняла менеджера, который в этом всем помогает. Потому что я не представляю, как бы я целый день сидела на телефонах, обзванивала этих сантехников, электриков, людей со снегоуборочными машинами, чтобы они приезжали. У меня бы не было времени на это. Поэтому, в общем-то, я рада, что есть менеджер, уборщица у меня тоже очень клевая, помогает, если что, там что-то отвечает, фотки делает. Ну, и если что-то случается, как бы мой совет вам, не бойтесь потратить там 200 долларов на сантехника или электрика, чтобы они пришли на это посмотрели, вам это все окупится потом. И что, добро пожаловать ко мне на дачу, приезжайте, пока снег не растаял. Все, ребят, вы думаете, что еще через пару недель, еще, может, будут какие-то интересные моменты с этим домом. А если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите в комментарии. Спасибо за лайки и за подписки. И вообще, зацените мой сегодня дачный вид в таких вот штанах. Все, пока-пока.